Дорогие друзья, мы продолжаем нашу серию видеосюжетов о донецких художниках. И сегодня мы в мастерской у донецкого художника, члена Союза художников Донецкой Народной Республики, Виктора Евдокимова. Здравствуйте, Виктор. Все-таки вы донецкий художник? Да, я донецкий художник, родился в Донецке, давно, в 51-м году, и проживал до вступления в армию, в армию был художником в части, и от этого началось... Подождите, подождите, обычно все говорят, я до армии закончил художественную школу, мама увидела, как я талантливо рисую и так далее, и так далее. Ну, ходил в Дворец Пионеров, и ходил из студии, и занимался, изучал живопись, можно сказать так, живопись студийную, потому что были натюморты, не было пленера. Со временем я стал пленеристом, или, можно сказать, пейзажистом. Почему? Потому что чувство, которое выезжаешь на природу, особенно на те места, которые тебя вдохновляют, радуют, и получаешь восторг. И этим восторгом хочется поделиться, да? Хочется поделиться, да. Поделиться в виде холста, в виде живописи, и, естественно, чтобы живописи должны смотреть окружающие, близкие и кончане. Я знаю, что вы поступили потом в Харьковский институт, да? Да, я поступил. Это сейчас он называется дизайна, да? Тогда он назывался, по-моему... Искусство и дизайна, а тогда он назывался Харьковское художество промышленное. Промышленное. Да. Ну, а перед этим он был живописный институт, потому что выпускал художников, выпускал скульпторов. Ну, вот решение поступить в этот институт, это уже все, это выбор профессии? Это вы уже для себя сказали, все, я буду художником. Ну, я, как говорится, был из-за студии, потом в армии художником, освоил там работу с маслом. В армии? В армии, да. Неплохо вы служили, хочу сказать. Да, ну, с маслом это как? Нужно было писать плакаты, это было в Советском Велике. Да, в этом смысле. Да, буквы, плакаты, конечно, акварель уже там не годится, это все было сопряжено с улицей, на металлических щитах. Ну, а потом появилась возможность, и меня отпускали на этюды, потому что служил на Северном Кавказе, город Пятигорск. Вот вчера я его смотрел, показывали, озера открылись, курортный сезон открылся. И все это, конечно, дало толчок для того, чтобы я стал художником и задумался о серьезном подходе. И вот с того времени, как вы закончили институт, все, вы профессиональный художник. Да, я профессиональный художник, но, как я помню, говорил один студент, мой коллега, что настоящий художник, я его стал тогда, когда мы работали, было демонстрироваться в музее. Но со временем все анализируешь, и, естественно, что музей — это одно, а нужно творить, нужно творить и слушать зов души. Сейчас вы работаете в разных техниках. Это живопись, это мозаика, это витраж. Да. Начинали с живописи. А когда произошел этот переход? Это потому что стало интересно этим заниматься? Ну, во-первых, в художественном институте, тогда он был художественно-промышленный институт, мы проходили керамику, мы проходили витраж, мы проходили мозаику, интарсию, то есть разных пород дерева набирали. Мы проходили лепку, то есть изучали декоративные приемы, которые должны были присутствовать в интерьерах. Все проходили. Но витражистов в Донецке, извините. Да. Ну, постепенно, конечно, делаешь отбор. И творческие группы, которые живописные, они присутствуют, но не постоянно. Вот живописные, как говорится, есть чистые живописные. Вот мужская группа, которая... Давайте я покажу. Знаменитые пленеры, да? Это зорковские пленеры, да? Да, это зорковые пленеры в Красном Осколе, это в Светогорском. Кстати, вот извините за вопрос, что перебиваю. Можете сказать, что зорков один из учителей? Безусловно. Он, можно сказать, вытянул меня на пленер. И я хорошо помню 90-е годы, когда было художественное затишье, когда было становление Украины. Но он при советской власти был в Седневе и месяцами, там, по два, по три месяца. И, наверное, все это сказалось. Общение с именитыми художниками. Товарища была Яблонская. Вот, можно сказать, что в живописи все-таки, вот, смотрите, живопись, мозаика, витраж, да? Вот, а можно сказать, что в живописи все-таки душа и любовь осталась, а вот интерес, это уже чисто такой профессиональный, чисто, ну... Да, ну, конечно, витраж и мозаика это декоративное искусство, витраж более декоративное искусство. Мозаика, говорят, это живопись в камне. Конечно, все одно другому подсказывает, помогает, но живопись, конечно, является основой, потому что из ничего, из красок ты должен создать воздух, ты должен создать настроение, композицию. И все это, как говорится, проявляется самим собой. И вот ты такой, какой есть, ты так себя и показываешь. В живописи, да. Но в мозаике, конечно, если это мозаика храмовая, то там уже присутствует тематика и задает тон ладыка или платья, настоятель храма, и вот он хочет видеть там в каком-то месте кто-то, тот образ. И тут уже начинаешь подходить, конечно, из того, что какое будет освящение, какой цвет храма, потому что вот цвет храма, допустим, светопроображенский, общий цвет он серо-теплый, а вот храм на Глатовке, он ярко-оранжевый. И тут уже сложность заключается в том, что нужно было подать, сделать так, чтобы на этом фоне работала мозаика. Мозаика это живописи камня, как я говорил, и безусловно камень должен быть цветной. Сколько уже на вашем счету храмов? Ну, в Донецке я посчитал шесть храмов. Свято-проображенский храм, да? Да. Центральный храм Донецка. Собор. Вот эти громадные витражи. Да. Сколько ушло времени на эти витражи? Ну, за времени, я помню, что это было 15 лет назад, и тогда было легче. Все это создавалось еще в стеклопакете, и мне архитект говорил, что вот не получится, потому что витраж работает. Он вам сказал, что не получится? Да. Да, хорошо, так. Но, зная, что есть цветное стекло глухое, и оно работает и на просвет, и, как говорится, это, можно сказать, как мозаика. Мозаика на просвет не работает, а глухое художественное стекло изнутри тоже смотрится. Поэтому, за этот прием, я рискнул и сделал, что без подсветки работают витражи, и зайдя вовнутрь, тоже чувствуется цвет. Я вчера зашел в храм Света-Преображенский. Да. Вот, ну, сначала посмотрел на эти большие витражи. Да. Вот, честно говоря, для меня до сих пор вопрос, как вы их установили. Потому что, ну, это, ну, для меня это хрупко, это настолько осторожно нужно устанавливать витраж, я не знаю, честно говоря. Это целое искусство тоже. Задача была какая, что храм сделан, окна поставлены, а торцы лестничного марша с фасада смотрелись плохо. То есть, начали сыпаться, и очень близко находились, и их нельзя было изнутри отристаллировать. Поэтому Владыка сказал, что нужно как-то это закрыть и не красить окна еще, потому что окна тоже были деревянные, сейчас все пластик, это 15 лет назад, ну, пластик тогда не применили. И решили сделать витраж? И решили сделать витраж, но я сделаю его в стеклопакете, то есть, простым оконным. Подождите, подождите, вы делали в этой мастерской его? Да, я делал в этой мастерской. Высота какая? Ну, я делал блоками, я делал частями блоками. Я понимаю, что вы делали. Вот скажите мне, как вот в этой мастерской, да? Витраж, наверное, еще вот так вот, если его положить. Шестиметровый. Вот, шестиметровый. Вот как в этой мастерской можно было увидеть, ну, я в этом отношении чайник, но мне это очень интересно, как художник видит большое, вот как можно было здесь увидеть полностью, грубо говоря, вот это шестиметровое. Баланс, конечно, в честь эскизу. И, безусловно, была задумка, было пожелание владыки и была задумка. Его основная, а мне нужно было показывать. И я показывал. Ладно. Хорошо помню, 7 вариантов показывал, из 7 он выбрал со временем. Не сразу, а постепенно. 7 вариантов это было в течение, может быть, месяца, полтора. И вот я с сыном в мастерской по частям, блокам в этой же мастерской, вот я показывал. Потому что все было сделано из секций. И эти секции монтировались. Конечно, общая рама создавалась и монтировалась торцам на улице. Потом она грунтовалась, красилась. И присутствовала сварочная работа, безусловно. Но основная это художественная часть. И вот она, как бы, начала. Холодная, теплая. Одно, другое вызывает еще по цвету. И было предложено, значит, апостолы. Они, есть символы, а есть их образы. И вот символ и образ. Вы верующий человек? Да, безусловно. Потому что, если не верить, вот с душой к этому подойти тяжело, правильно? Ну, конечно. Особенно заходишь в алтарь, и, безусловно, на шее должен быть кресик. И ты должен быть православным. Потому что, ну, вот такая вера. Вера полная у них. А я, как говорится, присутствую при этой вере. Давно вы поняли, что вы... Давно вы ощутили себя глубоко православным человеком? Ну, крестили меня родители. И поэтому, будучи крещеным, я постепенно более в них себя почувствовал. Как и искусство. Мы не родились... Я не родился живописным, и не родился манувертористом. Вот это знаменитый вопрос, задам его. Как вы думаете, вот эта искусство, способность, вот это дело, способность писать замечательные пейзажи и так далее, это оттуда к вам пришло, или все-таки для родителей вам, или все вместе? Ну, тут уже не знаешь, как думать. Конечно, общение с людьми, опыт. И оттуда. Да, и оттуда. Все это, наверное, сочетается и в комплексе выявляется так. Ну, конечно, искусство тут идет на первом плане. Хотя в мозаике нужно и колоть камень, из этих брикетов нужно его наколоть. И наколоть его правильно, чтобы получился вот такой камень. И нужного размера, может быть, где-то нужно больше сделать, крупнее его, где-то мельче. Все это зависит от того... От объекта зависит, на котором ты работаешь. И еще, на какой высоте находится. От высоты зависит и... Вот вы говорите о высоте, мы об этом уже говорили 10 минут назад. В том же Свято-Преображении в храме, когда заходишь, внутри это ваши витражи, да? Да. Леса, леса. По лесам нужно, и у меня есть лестницы, разъезжные лестницы, алюминиевые, легкие, которые нужно подниматься, двигаться. Вот даже недавно мне батюшка говорил, что мне уже на следующий год 70. И он говорит, надо торопиться, потому что... Потом не сможешь? Да, потом не сможешь на 15-метровой высоте делать мозаику. Батюшки уже, наверное, в очередь становится на вас? Я бы не сказал. Очередь, наверное, была... Заслужить, я понимаю. До войны. А сейчас, как говорится, не все даже на материалы могут собрать деньги. Ну, раз уже коснулись этой темы, вы же могли уехать. Вы как художник состоялись. Я уже об этом молчу. То есть, с такими руками, с такими умениями, с таким талантом можно было пригодиться где угодно. Ну, безусловно. А что вы здесь? Ну, первая причина – это то, что свой дом. А основная причина – это мама. Моей маме 96 лет. 97 будет буквально скоро. И, безусловно, за ней она ухаживает в таком возрасте. Я к ней езжу и утром, и вечером. И она не хочет жить у меня дома. А хочет жить своим домом. Ну, желание родителей – это, как говорится, святое. И нужно святое. Итак, мы обсуждаем, как Виктор работает, как говорится, мозаика. И мы выяснили одну вещь. Виктор делает мозаику обратно. Обратно. Обратно в мастерской. То есть, вы не лепите стекло на цемент. То есть, вот… Ну, да. С малькой вы не лепите вот так вот прямо, да? Прямо. Хотя, есть такой прием. Это уже я со временем придумал. Почему? Потому что у меня была работа когда-то в Польше. И нужно было монтировать это все на 12 метров высоте. Даже 35 метров высоте. И я решил их готовыми блоками. Одно дело, когда камень здесь в тысячи штук присутствует. А я вот, например, собираю там из шести элементов. Из пяти элементов собираю. И потом уже напрямую камень докладываю. Естественно, монтирую это все на стену. Вот для меня, как для обычного человека, это сложнее. То ли дело, вот ты вот как рисуешь, да? Так и лепишь, так и видишь. А так получается, что вы наоборот. То есть, вы сзади это вот… Да, да. Это наоборот делает. То есть, вы видите то, что сзади. И вот и надписи у меня. Вот креститель. Только это все наоборот. А я помню. Вот я делал ту мозаику, которая на столе. Я ее уже дорабатываю. А начиналось с того… Начиналось с эскиза. Ну вот как это эскиз. А потом уже эскиз в натуральную величину. В цвете он мне не нужен, потому что в цвете есть или икона, или эскиз цветной. А я уже набираю… И потом же готовая мозаика поднимается. Да. А потом готовая мозаика поднимается и крепится, и вставляется. А в Свято-Преображенском вот эти верхние самые, точно так же делались? Витражи. Я имею в виду витражи. Но витражи обычно делаются блоком. То есть, готовый блок поднимается? Да, да, да. Витраж ни в коем случае нельзя сделать по месту, потому что его же нужно вырезать. Его надо торец обточить. Вот он, обточенный торец. И это на алмазных этих кругах делается. Потом обтачь обжимается медной пакетикой. Медной пакетикой, да. Да. И стеклорезы тоже непростые. Вот японский стеклорез. И он имеет еще прорезь. И резать нужно не на себя, а от себя. И под низом должен быть картон. А порой стекло, когда оно глухое, нужно его просвечивать. Подсвечивать. С под низу, чтобы видно было, где этот рисунок. И как правильно. Нужно же очень правильно вырезать. Хорошо, скажите мне. То есть, это делается вот так вот одним движением? Ну, это безусловно. Потому что, если начнешь несколько движений, оно уже неправильно отколется. Это делается одним движением. А если где-то какая-то погрешность присутствует, то обтачивается это на алмазных дисках. Специальный станок. Эта техника называется техника Тиффани. Это стекло можно было в советское время. Мы не знали, и когда я учился, я не знал, что такое техника Тиффани. Я знал, пласт-цемент мы делали. То есть, сходянились стекла путем наливки. Но налить такую толщину практически невозможно. Поэтому, естественно, толщина была больше и более грубее все это выглядело. И была еще подоснова. То есть, стекло раскладывалось на подоснову. А потом уже заливалось пласт-цементом. Ну, пласт-цемент это клей. Клей-цемент. Вот почему он и говорит пласт-цемент. Пластический. Это витражи, это мозаика. Это то, что сейчас, я так понимаю. Вы этим сейчас живете, правильно? Да. Потому что витраж, он, видите, как говорится, без всякой подосновы. Он собирается и пропаивается с двух сторон. И он держится как единое стекло. Но уже это витражная мозаика, можно сказать. Ну, мне это очень интересно. Ну, знаете, вот есть такой чисто человеческий интерес. Но мне, правда, мне нравится ваша работа вот все-таки. Ну, живопись, картина, вот поверхность. Ну, правда. Живопись, это, как говорится, это мое я, без всяких дураков. И то, что я увижу или то, что я прочувствую, конечно, природа. Вы понимаете, где-то же надо остановиться на чем-то. Или как-то нужно собрать. А вы как пишете? Это все пленерное или это фотографии? Или это просто память? Это все пленерное. Это все пленерное? Да, это все пленерное. Это все натура? Вот вы приходите и... Да, я работаю с натурой. Почему? Потому что нужно, конечно, работать быстро. Утром не начнешь и вечером не закончишь. Состояние меняется. И поэтому нужно все учитывать. Этот пейзаж, если я писал, и был пасмурный день, то он, как говорится, есть время, когда можно постоять, пофилософствовать и погулять по холсту. А есть чисто солнечные моменты. Вот солнечный момент, да еще и ветер. Я хорошо помню, что рядом художник стоял, он зонтик натягивал, камни находил и натягивал зонт, чтобы он... Не сдуло. Да, не сдуло, он создавал тень. Я в этот момент зонт держал в руках. То есть у меня был распашной зонт. Вы одной рукой держали зонт, а другой быстро... Да, и в этой же руке находилась, как говорится, тряпка, где можно было вытирать киси. И классический, конечно, прием, это когда одной кистью начинаешь и одной заканчиваешь. То есть не меняя кисть. И даже не вытирая. А все время такое? Самая классика. Ну, когда-то было там 3-4-5 кистей, а сейчас я стремлюсь к этому, чтобы одной кистью начинать и одной заканчивать. Хотя... Когда в последний раз были на пленэре? На пленэре в том году. В этом году еще не довелось. А хочется? Конечно, хочется. Вот это отрывает, а хочется на пленэре. Или я романтику нагоняю просто? Ну, конечно, все работы написаны с натуры. Хотя недавно я смотрел репортаж про Ивазовского, он запоминал. И писал по памяти, и только в мастерской. Я вот попалась у меня когда в 2003 году, я попал на пленэр вместе с графиками. Художник и графиками. Я одеваю этюдник, холсты, два как минимум, потому что размер или квадратный, или вытянутый, еще не знаешь, где ты остановишься. А они идут с альбомом, с карандашом, и записывают цвет. И потом в мастерской, и всем нужны мастерские. Почему? Потому что у меня мастерская пленэра, а у них мастерская на пленэре, в Сене это было. И там давали каждому в мастерскую. И вот они, ну, как я говорю, разукрашивают. Вот смотрите, вы в мастерскую приходите каждый день? Практически, да. То есть вы здесь живете? Ну, живу я дома, потому что мне нужно ехать. Ну, вы сказали, маму нужно проведать. Да, маму нужно проведать. Но больше сейчас времени вы проводите здесь, да? Ну, конечно, с утра до вечера я нахожусь здесь, потому что нужно работать. Осуществлять свои задумки. А когда отдыхаете, чем занимаетесь? Ну, вот отдых, как мне Владыка говорил, он меня знает по витражам и по мозаике. И я ему говорю, да я живописец, вот альбом мой. А он говорит, а когда же ты пишешь? А я говорю, я пишу, когда отдыхаю. Когда я выезжаю на природу. Вот, например, там есть работа, где жена пошла, а вон работа. Я пошел наверх, а она пошла на пляж. Алушта. Я пошел писать виноградники и горы. Совсем другое место. Ну, потому что чувство недовлетворенности, когда ты весь день провалялся и, как говорится, столько всего вокруг прекрасного, а ты не запрещел это. Даже не буду спрашивать, ходите вы на рыбалку или не ходите? Да, вот рыбалка... Ходите? Ходил в детстве. А-а-а. Вы тот мужик, который говорит, вот хочу на рыбалку. Вот, знаете, у меня есть друзья, и я так и к ним отношусь. Мы в детстве ходили на рыбалку, и у меня вот с детства осталось вот это, я даже мечтой не назову, это желание. Знаете, вот все брошу, вот наступит у меня время, когда будет на свободном времени, там возьму друзей удочку, пойду на рыбалку. Вот сколько я себя помню взрослым, вот столько вот я этого и хочу. Ну, вот у меня было, буквально в том году, я поехал с художником, но он не живописец, я с ним был знаком, когда он был оформителем, потому что оформительская профессия в советское время, она произносила. Ну, вот что же, кстати, в этом были? В худкомбинате, да? Ну, в худкомбинате. Все лучшие художники Донецка, наверное, прошли через год. Ну, так вот еще и престижно, потому что была реклама. И туда просто так ничего не попадешь. Были кучи предприятий, где находились просто художники-оформители, потому что они, кому-то нужно было писать объявления, делать эти стенды, и носить какую-то художественную лепту, они числились малярами, и когда-то я так даже чистился. Почему? Потому что... Ну, это тоже послужило с определенным толчком, что надоело быть, как говорится, простым. Хотя я закончил в советское время Харьковский художественный институт. Ну, и вот... А, ну, и на рыбалку ездили? Да, и вот поехали мы. А он взял снасти, и у меня там снасти валялись. И он все схватил, начал рыбу ловить, я начал писать. Я не могу. А зачем вас тогда брали на рыбалку? А купил, что я запомнил, купил еще полуавтомат, по телевизору увидел полуавтомат удочку. Думаю, о, класс, закину. И она сама будет говорить. Она сама подсекет. А я буду писать пиздач, увижу, что подсекла. Единственное, мне подхватом только надо ее вытащить. И, естественно, приехали мы, и, как говорится, начали с того, потому что они, что, по чуть-чуть вдохновились. И художник Олега, рыбак, можно сказать. Я ему говорю, вот тебе удочка, полуавтомат, давай, ты в нем больше разбирайся. Я не знаю, как ее улыбить. Он говорит, да запросто. И берем в другую сторону. Сломал? И сломал. Ну, потом он все это расставил, восстановил, но только уже стал нехватом. Он ловил, а вы писали? Да, я писал. А потом утром я поехал на рынок, местный, Зуевский. И увидел, там эти караси продают 70 рублей, килограмм карасей. А он поймал 5, а в килограмме больше. Даже я приезжаю, говорю, вот смотри. Он говорит, нет, это я поймал, это я домой пользуюсь. А это мы, говорит, съедим. Скажите, вы сказали, что в следующем году вам 70. Да. Жизнь удовольна? Ну, если быть довольна, или, как вот я слышал недавно выражение, как ты себя чувствуешь, всегда хотелось бы быть лучше. Лучше. Да. Или, как мой кум говорит, так надо же поправить здоровье. А как здоровье? Да всегда хотелось бы, чтобы было лучше. Хотя один политолог сказал, что если ты доволен своим здоровьем, ты, как говорится, или дурак, или идиот. Все мы хотим быть лучше, стремиться лучше. И единственное, что задумывайся сейчас, что уже такой возраст, что не могу осуществить, то, что мог я делать 30-40 лет, и мне казалось, что все еще впереди. А сейчас нужно задумываться об итогах прожитого. Ну, итогово у вас во. Поэтому спасибо вам за беседу. Ну, и впечатляет. Я рад, что впечатляет. Хотя я вот утром сегодня пришел, смотрю, думаю, блин, чем же, чем, чем, о чем рассказывать и как. Художник всегда есть, о чем рассказать. Да. Ну, художник должен показывать, прежде всего. Рассказывать. Ну, так. Рассказывай, не рассказывай, а, как говорится, как говорил Хаджана Средина, хоть сто раз скажи, халва, слаще не станет. Слаще не станет. Да. Поэтому художник, это своего рода человек, это ремесло, это творческое ремесло, которое нужно показывать и делиться с окружающими. Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова